Руссия сегодня, Маргарита Симон-Як. Это кто-то, кто-то с линейкой с Кремлью. Слушайте. С одной стороны, с другой стороны, понимание, что, ну что, значит так. Добро пожаловать. по демилитаризации Североатлантического альянса, это, как кажется, совсем будет непросто. Эти 40 представителей разных стран, это такой сегодня коллективный Гитлер. А вот эти все коллеги пытаются развязать большую войну. Они ее уже фактически развязали. И ему говорит ему, что Борис Джонсон, что может убрать его страну с помощью баллистского альянса, только русского тела. Вообще, на британских островах, похоже, заговаривается. Почему грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одну ракету салану достаточно, чтобы его утопить раз и не всегда. Все уже подсчитано. Более того, подсчитано сами британцы. Это всего лишь один пуск, Борис. А Англия нет. Раз и не всегда. Почему заигрываться? Es su gran arma. Воскресенье мы в Москву, чтобы выяснить эти имя. Баллистическое альянс, и в комментариях, что он салит, и в комментариях, что он салит. Эта vez, кто говорит, что он говорит, что он был в Дума, в парламенте русского альянса. И я уверен, что он говорит, что он говорит. Мы Сармат продемонстрировали. Не просто так, но всему миру его показали. Мы показали, что все решения приняты, и мы готовы. Возможно, выполняем удар фактическим ядерным вооружением. Один Сармат, и все. Были британские острова, нет британских. Но мы же серьезные люди. Нет, а вот я и серьезные говорю. Удар Сармата, вы понимаете, что никого не будет никого на планете? Ну, никого, никогда не говорим никогда. Да, ничего не говорим никогда. Мы insistим. Это то, что видит русский альянс, когда он светит телепублика. Пропаганда, опасения к стране от ОТАН. И эта сенсация, что Россия практически не имеет все под контролем. Потому что, в том числе, у него был шармат, у него есть еще один секретный оружие. Удар Сармата, называемый Позидон. Как говорят, у него есть 100 мегатон. Слушайте. Другой вариант погрузить Британию в морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами, высотой до 500 мегатонн. Для этого мы оставили, может быть, самое интересное. Это защищение Путин. Он показывает, как у него был авторитарный, готов к победе, чтобы победить эту войну. Но все равно. Его сообщение, что люди на улице, русские на улице, они еще более радикалы, чем Путин. Если кому-то кажется, что президент Путин очень жесток, вы ошибаетесь. Дед один подходит и говорит, что вы там говорите, что вы в зернице играете. Надо говорить, что их уничтожить было, когда они приезжали к президенту, как к Зеленскому. Да и все. Да и все. Вместе с этим Зеленским. И не было бы украинского государства.